здравствуйте друзья вы снова на канале фарнакс фильм и мы вновь готовим на природе печь везуви легенда гаден вам хорошо знакома мы на ней уже готовили пиццу но можно готовить блюдо посерьезнее и сегодня в преддверии закрытия дачного сезона мы будем готовить борщ из того что выросла на грядках наша печь почти готова уже в течение получаса прогревается готовятся угли ну естественно мы сейчас воспользуемся плитой для того чтобы сделать зажарку из овощей готовить мы будем гайнин горшочках везуви легенда гаден изготовлена из чугуна и напоминает перевернутый казан основания бывают разные есть чугунная как у меня с шамотным камнем а есть цельная шамотная также печь можно приобрести без основания и установить в свой архитектурный ансамбль как вам удобно кстати чуть не забыл мы ведь с вами уже знакомились с печи везуви легенда гаден не только на наших съемках но и когда были в гостях у компании везуви на их стенде на гриль фесте если помните то тогда с помощью аксессуара который можно докупить отдельно с помощью подставки для решеток гриль мы готовили в этой печи вообще очень приятно когда есть возможность с помощью каких-то аксессуаров серьезно расширить функционал любого устройства еще одна фишка которая мне нравится в этой печи то что ее можно передвигать с места на место ее подставка оборудована колесиками можно аккуратно взять печь и перенести на новое место можно в разных уголках участка либо спрятаться в тенек либо как я сегодня погреться в лучах осеннего солнца моя зажарка чуть было не подгорела но я вовремя вспомнил про шибер которым можно регулировать интенсивность горения все зажарка готова сейчас будем поджаривать свеклу добавили немножко сахара и немножко уксуса у везувия в ассортименте просто невероятное количество продукции на которой можно готовить на природе это и мангалы это и решетки гриль для этих мангалов печи под казан естественно казаны и вот такие чудесные устройства как печь везувий легенда garden свекла готова осталось только разложить все по горшочкам залить кипяточком и поставить горшки в печь пока будем формировать горшочки подогреем воды чтобы можно было залить горячей водой наш борщ в одном из горшочков у меня спрятано мясо сейчас его перемещу по другим горшочкам равномерно распределю далее в делу идет молодой картофель красота естественно свекла ну и морковка с луком наступает ответственный момент будем помещать горшочки в печь для этого конечно же нужно подготовиться крышка уже горячая угли разгребем по бокам печи сильного пламени быть уже не должно иначе быстро все у нас выкипит ничего не приготовится все все пять горшочков у нас сидят закрываем ну и все ждем 30-40 минут прошло 40 минут и пора браться за ложки а в печи еще очень горячо какие запахи друзья борщ в горшочках готов очень вкусно аппетитно выглядит картошка разварилась это верный признак того что борщ получился буквально через пару месяцев у нас в Сибири наступит зима но это не повод грустить ведь и зимой можно наслаждаться вкусными блюдами которые можно приготовить на открытом воздухе на нашем канале есть уже ролики посвященные этому ведь мы готовили и пельмени в казане в лютый мороз и в крещенские морозы мы также готовили в тандыре сразу два блюда поэтому даже сейчас не поздно приобрести для себя для своего участка устройство на котором можно будет готовить мангалы, тандыры, грили, печи под казаны, казаны и даже вот такие многофункциональные садовые печи ну а я с вами прощаюсь до новых вкусных встреч друзья счастливо